Всем привет! Меня зовут Юля, я живу в Анталии, я рада вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о своих целях на следующий год. Почему? Потому что, когда звучат куранты, 12 часов, мы стоим с бокалом и загадываем три желания – счастье, здоровье, любви. И все, это настолько расширено, и оно, конечно, сбудется. В любом случае мы всегда счастливы, у нас всегда есть любовь, если не к кому-то, значит, к родине. Правильно? Абсолютно здоровых, наверное, вообще не существует людей. Есть люди, которые считают, что они здоровы. Также это я к ним отношусь, то есть я считаю, что я здорова. И я думаю, что практически все на этой земле позитивные люди считают, что они здоровы. Поэтому мне захотелось написать именно цели, которые я вот конкретно хочу, чтобы они сбылись. Первое – это создать семью. Да, у меня есть сынулька, ему 19 лет, но вы понимаете, что он скоро сам будет создавать свою семью. Я хочу встретить мужчину, чтобы поделиться с ним своим счастьем, а он поделился со мной своим счастьем. И с этого большого-большого счастья возродился вот такой ребеночек. Или сынулька, или доченька. Ну, на следующий год это, наверное, получится все-таки один ребенок, хотя, конечно, я хочу больше, но это уже будет в следующем году желание. А, ну подождите, у меня может быть двойня, правильно? Вот, неправильно загадала. Желание и цель. То есть, может быть двойня, может быть тройня. Поэтому загадываем семью и детишек. А там уже Бозя посмотрит, сколько мне послать. Второе – это, конечно же, развивать свой канал. Я обожаю разговаривать с вами. Я обожаю брать вас с собой в любые поездки. Поверьте, благодаря вам я узнала много всего нового. Потому что, когда ты едешь куда-то, ну да, пошел-пошел туда, но когда вам начинаешь что-то рассказывать, ты не можешь отбалды что-то рассказать, правильно? Ты сидишься и читаешь, узнаешь что-то, какие-то интересные факты, какие-то подробности, и тебя это настолько затягивает-затягивает. Поверьте, ту информацию, которую я прочитываю, я не могу вам всю дать. Потому что некоторым это интересно, некоторым нет. Поэтому я выбираю самые интересные-интересные факты. Но поверьте, до этого у меня столько идет прочитки, и мне это нравится. Хотя, я говорила уже, в школе у меня такой историк был, знаете, как-то три предложения, книжку под подушку, и надеешься, что как-то что-то запомнится. Да, я думаю, я не одна такая была. Вот, то есть, развитие канала хорошо влияет и на меня. Я, кстати, всегда забываю говорить, что ставили лайки, подписывались на канал. Я часто это забываю, поэтому вы знайте, что за любое видео, если вы поставите лайк, мне будет приятно. И я буду знать, что вам это нравится, и другие люди будут знать, что кому-то это нравится, и они будут больше присоединяться к нашей, так называемой, общине. И так будет, наверное, веселее, я думаю. Вот, я хочу еще попутешествовать. Мне нравится, ну, скажем так, 13 сезонов я работала в Турции, на Аталийском помережье. Да, я была в Китае, да, я была в Греции, и все. А целый земной шар, то есть, у меня еще есть время. До беременности я еще могу поездить, поэтому я как бы планирую все-таки в Европу, да, тоже Германию, Испанию, Италию. У меня подружка с Италией, Юля, говорит, когда ты уже приедешь? Я говорю, уже выезжаю. Да, в Дубае, может быть. Ну, не летом, точно не летом. Еще я хочу встретиться, наконец-то, со своей самой лучшей подругой, которую я не видела 6 лет. Да, и такое бывает. Мы практически каждый, день разговариваем по телефону, по Ватсапу, но вживую, ну, никак. Вот что-то всегда происходит, и ее детишек я хочу увидеть, этих красотулек маленьких. Они меня знают по Ютубу, понимаете? Наса, Юля, все. Вот так. Надеюсь, в следующем году мы обязательно встретимся. Пожалуйста! Следующий такой пункт, цель – это развиваться духовно. То есть, то, что ходить в церковь – это понятно, то, что молиться с каждым днем. Вы знаете, я прочувствую все больше и больше, потому что, ну, первые разы – ну, это так, надо пойти в церковь. Ну, вот так. Сейчас я просто иду, потому что меня тянет. Вы не думайте, у нас ни секта, ничего. Вы можете также дома молиться, не обязательно куда-то идти, но просто, наверное, вот эти литургии, которые происходят, даже вечерние молитвы. Ну, так дома не получается. Ну, не получается так. Ну, невозможно так вот ощутить то дома, как ты ощущаешь, когда батюшка молится в той же церкви, да. Плюс я хочу побольше медитировать. Да, я начала. Это вот такие крохи, знаете, и то даже, вот делая эти крохи, я вижу, какой потрясающий результат. Я могу встать в 4 утра и лечь в 12 ночи, и пробыть на ногах целый день, и быть активной. Учитывая то, что я не пью никаких энергетических напитков, я не пью кофе, я знаю, что кофе даже полезно. И как бы я уже настроилась начать его пить, но никак. Вот на фестивале кофе напилась, и все, дома опять. Хотя у меня сын пьет кофе, ну, сын пьет, я пошла взяла чай, но у меня чай вкуснее, вода ледяная вкуснее, вот почему-то. То есть я вам серьезно говорю. Скажем так, я не буду сейчас рассказывать, что такое медитация. Если вам интересно, вы можете написать в комментариях. Если я вижу, что многих людей это заинтересовало, я могу отдельное видео это рассказать. Настолько, насколько я это понимаю. Но если вы реально хотите точку зрения профессионала, тогда почитайте в интернете, откройте видео. Очень много, я думаю, информации есть. Но это классно. Это классно. И если у вас есть желание, попробуйте. Это лучше, чем сон. Хотя очень тяжело. Вы даже не представляете, как просто помедитировать. Очень тяжело. Ну, раз я уже собираюсь заводить семью, да, мне хочется как-то стать хозяюшкой такой, потому что, ну, в принципе, это забылось. Вы понимаете, когда работаешь в отеле, ты побежал, покушал в ресторан и все. Да, здесь тоже быстро перекусил. Учитывая то, что сын вообще любит готовить. То есть я редко этим занимаюсь. Для себя, ну, сами понимаете, готовил быстро и побежал. Вот уже когда будет семья, ты уже как бы будешь делать вютный дом. Но это совсем другое. То есть вот это мне хочется. Хотя, честно, я вам скажу, я по специальности первой кулинар-кондитер четвертого разряда. Здесь я тоже ходила на курсы турецкой кулинарии. То есть я готовить умею. Но это не совсем одно и то же, что готовить для любимых людей. Не скажите, сейчас, Юля, появятся дети. Посмотрим, как ты запоешь. Ну, посмотрим. Не буду отвечать. Я знаю, что быт, конечно, вот это потом вот так подходит. И ты думаешь, почему нельзя? Нет, я хочу, чтобы иногда, когда мне не хочется готовить, мой муж просто заказал что-то на дом, ну, покушали. Я не против. Вот. Также, знаете, наверное, это желание многих. Цель, которую мы ставим каждый год, каждый год. Это не наверное, это точно усовершенствовать английский. Я вот читаю, читаю, потом опять забила. Ничего не читаю. Потом понимаю, что опять все забыла. Ну, понятно, когда сезон приходит, у тебя включаются. И ты начинаешь опять на английском разговаривать. Но хочется как-то получше. Вот. Так что усовершенствовать английский и турецкий. Хотя я разговариваю на нем каждый день, но это не значит, что я усовершенствую его. Это не одно и то же. Это нужно читать, писать. То, что мы закончили турецкий Б1, это еще ничего не значит. Потому что оно забывается. Она где-то там на подсознание уходит. А в практику, если вы его не используете, естественно, оно пропадает. Понимаете, что переговорить в магазине или с соседкой, или с сантехником, ну, не нужно знать Б1 даже. Есть у меня еще одна задумка проекта. Ну, пока я не буду открывать все карты. Посмотрим, как пойдет. Потому что, ну, то, что я вам наговорила, это уж точно должно сбыться, понимаете? Это ж куда деваться. А вот то я еще не продумала до конца, поэтому, ну, как бы рискованно говорить. Это все цели, которые я поставила себе на следующий год. Вот, возможно, за эти пару дней я еще успею что-то дописать. Напишите в ваших комментариях, какие у вас цели в жизни, что вы хотите добиться. Может, знаете, смотря на другие цели, ты подумаешь точно, а почему я вот про это не подумала? Это же главное в жизни, это тоже имеет свою ценность. Да? Или наоборот, ой, нет, я это уже достигла, мне это хватает, да? То есть, мне будет приятно любой ваш комментарий. С наступающим вас и уже прошедшими праздниками. Я желаю, что в следующем году все плюсы, все минусы, все радости и все уроки, которые пошлет вам Бог, чтобы вы всегда были счастливы это принять. Потому что даже загадав желание и видя, что оно как-то не исполняется, как-то не в ту степь оно идет, поверьте, оно идет в ту степь. Если вы знаете, что вы хотите, но оно пошло чуть-чуть по другой дорожке, значит, так лучше для вас. И если попадаете в какую-то передрягу, что-то на вас падает, подумайте, что вы не так в этой жизни делаете, почему это случилось. Потому что каждый урок, который вам преподносит жизнь, это для чего-то. И если вы избежали его в этот раз, поверьте, он вас настигнет. Поверьте моему слову, я это уже ощутила. Только тогда он ударит больнее в два раза. Поэтому я вам желаю, чтобы исполнились ваши заветные мечты. А как они будут исполняться, примите так, как хочет Вселенная или как хочет Бог. В любом случае, вы во что-то верите, и вы знаете, что ангел ваш или какая-то сила помогает вам в этой жизни. Пусть она вам поможет, поддерживает вас в ваших начинаниях. И если вы еще не продумали планы, продумайте. Это очень классно, честно. Я вас люблю, целую, обнимаю. Вот видите, чтобы не забыла, ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И я вас целую и люблю.